Первые в мире две организации ММА и профессионального бокса в одном событии. Виктор позвонил вам, позвонил Руслану, а вы уже позвонили. Очень мало российских бойцов, которые продавали там себя. Может быть, денег мало предложили? Я говорю, Хабиб, давай сделаем тоже благотворительную историю. Как медиаперсона он уже не интересен. Такие выскочки мы. Всем привет. Программа «От первого лица». Здравствуйте. Сегодня, разве что ленивый, согласись, Тимур, не говорит о предстоящем поединке Руслана Проводникова и Алиба Гаудинова. Обсудим это и мы, причем с организаторами этой коллаборации бокса и ММА. В нашей студии президент Лиги OpenFC Александр Гурьянов и основатель промоутерской компании «Поколение» Виктор Панюков. Здравствуйте, Александр и Виктор. Мы очень рады вас видеть. Здравствуйте. Если разрешите, с предысторией можно начну. В общем, когда в медиапространстве вообще появилась эта новость, Руслан Проводников возвращается на линк. Разумеется, мы сразу у него спрашиваем, как, зачем, чья вообще идея, как тебе в голову пришло, ты живешь себе спокойно. На что он мне говорит, да мне Виктор позвонил и предложил. Сегодня, в общем, все тайное станет явным. Виктор, это вы. Да. Из чего вдруг Мэйвейзер и Конор Макгрегор вас впечатлили? Сам Руслан, являясь поклонником его бокса, его не только как спортсмена, как человека, как общественного деятеля, как семьянина, как пример его хорошей поступки. Он мотивирует каждый день своими зарядками с чемпионом. И пришла идея сделать то, что никто не делал. И пришел я к Александру Евгеньевичу с идеей о том, что давай сделаем коллаборацию бокса и ММА в России. Сделаем так, чтобы организаторы Мэйвейзер, Макгрегор обратили на это внимание и сказали, что мы сделали лучше. Ну, как всегда, у русских все должно получиться лучше, чем у американцев. Но там-то они неплохо заработали. Ну, у нас не цель заработать здесь. Основные цели мы решили. У Руслана самое основное условие, которое было основополагающим, чтобы сделать что-то доброе. И мы все вместе приняли решение, что турнир пройдет по тезисам «Драться, чтобы спасти». Сейчас активно занимаемся именно проработкой благотворительного направления, потому что было принято решение заработанные деньги с продажи билетов этого турнира отдать себе в помощь детям, действительно, кому нужно помочь. То есть все в этот вечер, 18 декабря, планируются сделать свою работу для того, чтобы спасти чью-то жизнь. Мы обычно, Марселин Евгеньевич, всем приглашаем, всех на турнир раздают билеты. А в этот раз решили, что все будут покупать билеты, даже мы. Каждый заплатит за свое место для того, чтобы спасти чью-то жизнь. Придет каждый гость, внесет стоимость за билет. Деньги будут собраны, все отправлены на благотворительность. Просто касаемо вот этого, что мотивировало, нужно сделать какой-то хороший продукт, турнир мечты, чтобы то, чем каждый день занимается наша федерация, лига, вышла на новый уровень, завершить год, сделать что-то, кто у нас еще не делал. Ну, не знаю, вот такие выскочки мы. Александр, а как вы восприняли вас? Прям первую мысль. Так понимаю, что Виктор позвонил вам, позвонил Руслану, а вы уже позвонили Алине. Я немного перед историей. Мы проводили турнир, насколько я помню, по-моему, это был пятый наш турнир. Мне позвонил Виктор, он говорит, слушай, давай кого-нибудь почетного гостя пригласим на турнир. Я говорю, конечно, с удовольствием. Ты бы кого сам хотел видеть? Я ему называю ребят, кого можно было пригласить. Он говорит, Руслан Проводников, я бы с удовольствием сам с ним познакомился, и встретил его, делил внимание. Ну, так вот, хочется поближе узнать этого человека. Я говорю, все здорово, мы договариваемся, он приезжает. Буквально там, я думаю, там проходит 2-3 дня, и у него в процессе уже рождается вот эта идея у Виктора о том, чтобы провести вот этот, на самом деле, такой мега-супербой, да, экс-боец UFC, который дрался за пояс лучшей организации мира. Претендовал, да. И, если вспомнить, там, Деметриус, его соперник называл Али одним из самых тяжелых своих соперников, да. И, соответственно, Руслан, который в боксе добился там, ну, колоссальных высот, это человек, который просто без задней идет вперед, бьется там, несмотря на то, что принимает на себя удары, но он настолько ярко, красиво это делает, то, что, ну, платные трансляции в Америке, там, очень мало российских бойцов, которые продавали там себя именно за рубежом. А Руслан, это именно тот боец, который один из первых российских, который покорил сердца там американцев, да, которые реально платят за платные трансляции. И вот, и как раз родилась эта идея, бокс или ММА. Мы обсуждали один раунд по боксу, один по ММА, на что Руслан сказал, тогда я буду все делать в первом раунде. Второго раунда не будет, на что, как бы, это у нас нет, там, скажем, да, там, цели, какой-то там кровавой такой цели, чтобы кто-то что-то. Мы хотим сделать хороший бой, конкурентный бой, чтобы все это было по-настоящему, без какого шоу, чтобы ребята там максимально подготовили себя, и Али подготовил себя там, как боксера, и Руслан вышел в хорошей форме. И, конечно же, пусть победит там сильнейший. Мы разработали специально для этого боя пояс, эксклюзивный пояс организации Open Fighting Championship, победитель которого его заберет. Ну и то, что это, прежде всего, такая большая благотворительная история. Мы на данный момент там ведем, там, и с первым каналом переговоры о том, чтобы показали это, чтобы максимальное количество людей посмотрели это двое, и, как бы, для себя внутри получили определенный такой толчок, чтобы не быть равнодушными к живущим вокруг нас людям, которые нуждающие в помощи. Основная, как бы, задача именно заключается в этом, что люди, которые имеют возможности, смотрели по сторонам и не были равнодушными к тем, которым есть необходимость в помощи. Вы же понимаете, что у нас очень любят обсуждать вообще все эти моменты. У нас же все знают, как играть в футбол, управлять стороной. В том числе, вот, наверняка видели вы комментарии, которые пишут. Да, конечно. Диванных аналитиков, которых очень много. Ну, и не диванных, там, причем, и спортсмены, и там, бойцы ММА тоже пишут. Ну, зачем? Ну, а вообще, ну, а Руслан вообще сбитый лючий, до него вообще никто не говорит. Ну, то есть, как бы, и как медиаперсона он уже не интересен, Руслан, в частности. А вы хотите привлечь таким образом внимание? Я на самом деле не согласен тем, что он там не интересен. Он очень интересен, и в каждый регион, где он приезжает, утром просыпаются ребята, бегут вместе с ним, их достаточно много, и та аудитория, которая есть, которая следит за ним. Вы не считаете ее ограниченной? Да, я не считаю ее абсолютно ограниченным. А здесь именно боец ММА, который тоже имеет определенный опыт в боксе, может быть, не такой опыт в боксе, да. Но, опять вот, рассматривая их, они в карьере, да, там, находятся примерно на одинаковом. Боец, который завершил свою карьеру, это Руслан Проводников. Али, который выступает, продолжает. У него сейчас одна-вторая финала Гран-при Бреева. Буквально осенью там состоится этот бой, я надеюсь, что он выйдет в финал и станет там чемпионом. И насколько он, скажем, мотивирован, и насколько он там тренируется, он является действующим бойцом, несмотря на то, что в боксе у него нет такого большого опыта, как у Руслана Проводникова. Я не считаю, что его андердогом. Я считаю, что это равный бой с небольшим преимуществом Руслана, так как он в боксе гораздо дольше. Но то, что он давно уже не боксирует и просто поддерживает себя в физической форме, а Али является действующим бойцом, поэтому шансы Али немного выше. Ну, то есть еще, наверное, кто будет тренировать? Кто будет тренировать боксом? Если, да, какие-то по подготовке. Ну, это надо с ребятами. Вот мы 12 сентября готовим большую пресс-конференцию, подписание контрактов. А вы-то знаете же, не расскажите. И они как раз хотят познакомить со своими тренерами и рассказать, как у них и где будет проходить тренировка. Не будем забегать вперед, оставим небольшую интригу. Окей, то есть даже если мы сейчас озвучим, вы все равно не подтвердите, да? Там просто ходят слухи, что просто супер-класс чемпионов будут тренировать Алибо Гаудиново и таким образом. Пока нет еще договоренностей, поэтому мы об этом не будем говорить, чтобы... Ну, по секрету вам скажем, там говорят о Косте Дюну, можете, да, все представить. Ну, в общем, увидимся на пресс-конференции, правильно? Мы думали, что вы сейчас нам какой-нибудь вот такой вот инсайд отдадите. Руслана? Мы хотим в раскрутке этого боя сделать несколько таких пресс-конференций. Одна из них на родине у Руслана и одна, конечно, в Дагестане. И обязательно будут такие небольшие соревновательные конкурсы между собой в преддвериях подготовки, пробежка с чемпионами, кто больше соберет своих единомышленников, скажем так, и открытые тренировки, чтобы зрители могут реально увидеть, в каких формах находится Руслан, Али. И я думаю, будет очень много всего интересного в рамках подготовки к этому событию. Ну и, конечно, за само событие мы планируем сделать там максимальное количество возможных зрителей. И зрители не только там из России, я думаю, там со всего мира, любители и, скажем, ценители настоящего бокса, настоящих там единоборств приедут и... Увидят пять зрелищных раундов, да, но мы надеемся, что все дистанцию пройдут, да, по три минуты по правилам бокса. Кто занимается поиском ребенка, которому в итоге должны помочь? Мы сейчас общаемся с фондом Хабенского, вот, и хотим именно с его фондом сделать вот эту благотворительную историю. То есть пока еще это все очень... В процессе, да, все в процессе. Мы скинули ему нашу идею, он с ней ознакомливается, но пока обратной связи не дал, я думаю, что 12 сентября уже будет как бы точно понятно, кому мы будем помогать в рамках этого мероприятия. А можете нам рассказать или тоже скажете, что все потом? Кто еще будет в карде? Понятно, что должен быть яркий ИСО главный бой. Яркий вообще карт, чтобы-то привлечь внимание больше зрителей, наверное. Да, мы можем рассказать, конечно, есть у нас небольшой такой план, он сейчас имеет место быть. С компанией Мирбоксом мы имеем вход переговоров такой, достаточно активный. Если сейчас подтвердят, они выиграли торги на проведение боя Егоров-Голумирян. Сейчас я разговаривал непосредственно с Вадимом Корниловым, могу на него сослаться. Впрямую он будет не против. О том, что если им перенесут сроки, а вот 90 дней увеличат, то они войдут в рамки наших мероприятий. Потому что WBA, организация мирового масштаба, это поиск в тяжелом весе. Очень сложно, конечно, поместить его в рамки нашего события, потому что это огромный труд. Но я думаю, что компания Мирбокса, я надеюсь, что она справится. И мы еще больше добавим уникальность, соединим первые в мире две организации ММА и профессионального бокса в одном событии. У нас, конечно, поиск, который будет разыгрывать Руслан Соли, немножко позначимый. Но WBA тоже неплохо, хотя этот поиск Голумерян не выигрывал. Мы знаем, что он принадлежал нашему любимому чемпиону, достойному человеку Денису Лебедеву, который закончил карьеру и освободил этот поиск. Но так он наш же поиск, он должен быть дома. То, что компания Мирбокса уже выиграла права на проведение, это уже маленькая победа. Есть шанс вернуть поиск обратно домой? Есть шанс у Егорова, хороший шанс. Это прекрасный, талантливый боксер, который, мне кажется, с честью и с достоинством отстоит интересы страны. Мы надеемся, что компания Мирбокса все-таки доведет переговоры до конца. И мы завершим наши переговоры и сделаем еще более уникальную эту историю. Ну, пока будет к сентябрю, к 12-му конкретика, сейчас это в уровне концепции. Ну, и, конечно же, у нас есть бойцы смешанных единоборств. Это Эдуард Вартанян, который в 12 сентября будет драться. Это Исубея Намото, который подписан на эту дату. Единственное, с кем будет он драться, там, с Романовым, либо с его соперником, будет как бы понятно. Ну, и несколько таких чемпионских поединков сделаем. Может быть, там, Александр Маслов, если останется чемпионом, либо его соперник, вот, бразильец, который сегодня будет там драться. В любом случае, я думаю, что вот 18 декабря Москва, это самые яркие бойцы нашей организации, примут участие в этом мероприятии. Это будет где-то, я думаю, что 8-9 боев ММА и 1, если получится, конечно, у нас там 2 боя по боксу. Это будет, сейчас рассматриваем, опять же, варианты, возможно, это будет ринг, либо будет ринг и клетка, какая-то конструкция, развивающаяся. То есть, технически очень сложно это организовать, соединить в Айдин. Да, мы, возможно, там и две площадки сразу сделаем, и ринг и клетку. Небольшой перерыв, там, 20-30 минут перед главными боями сделать ринг. Однозначно, бокс должен быть в ринге, и мы переговорили с Федерацией бокса России, тоже с ними там посоветовались, переговорили, они, соответственно, пообещали нам предоставить профессиональных судей на этот поединок. Я думаю, что будет очень большое, масштабное, грандиозное событие, которое, ну, останется в памяти, там, и в сердцах многих российских любителей бокса и ММА. А возможно, что мы там увидим Эдуарда Вартаняна с Резниковым, Артемовым? Мы, на самом деле, общались с Резниковым по поводу этого боя, но на данный момент у Резникова есть контракт с ICA, он не закончился, у него есть еще один бой, который он должен там провести, и будет он его продлевать или не будет, это как бы будет зависеть от него и от того, насколько интересные условия предложит лига ICA. Виктор, а вы считаете возможным соединить вот так ринг и клетку, или может что-то одно выбрать? Я считаю, что это технически очень сложно, будем надеяться, конечно, что техники разработают концепцию, но в крайнем случае, если достойной концепции по замене не найдется, то будет событие происходить в ринге, потому что, ну, так, во-первых, как я считаю, как... Сейчас бойцы ММА просто смотрят и думают, ага, будем мы вылетать с этого ринга. Будет у них сложности. Будет их Виктор придерживать, когда они будут бороться там, да, потому что... Вот, обязательно будем придерживать ММА, если мы припоминаем, в России он начинался в ринге, и раньше бои без правил, панкратион, он происходили все в ринге, и восьмиугольник, он пришел не так давно, возлюбленный он ими, они любят толкаться возле этой клетки, использовать ее, запрыгивают на нее. А вот мы планируем все-таки делать такие топовые противостояния, у нас во главе нашего карда главный бой все-таки любитель подраться в кость в кость, именно человек, который любит бить, любит получать, так как принимает Руслан, никто не принимает, вот он именно занимает центр ринга и делает дело. Зачем им клетка, зачем к ней прислоняться? Пусть в центре ринга покажут нам хороший ММА, именно топовые бойцы, они должны раскрываться в неудобных условиях, это мое личное мнение, я все-таки надеюсь, техники не придумают, и мы увидим, да, красивый вылет из ринга, это тоже нормально. А я все-таки, знаете, как думаю, что технически это возможно сделать какую-то модель, поставить и ринг, и клетку, допустим, небольшой перерыв, клетку убрали, подкатили ринг, единственное, чтобы свет был правильно настроен именно сразу изначально из ринга, из клетки. То, что бой должен быть в ринге, по боксу проходить, это однозначно, с этим никто не спорит, но то, что будут бои ММА проходить в ринге, это будет определенная такая трудность, и в последнее время все, скажем, подготовка всех спортсменов, именно смешанных единоборств, проходит с учетом специфики вот этой клетки, сетки, как вставать, подниматься, там все. А здесь определенные трудности, и если, допустим, даже смотреть, М1, это был рейндж, это была там небольшая там внизу сетка, которая там не позволяла выйти, но когда они начинались бороться там и прижиматься наверху, то есть стоя, то очень часто судьи делали замечания, останавливали поединки, а это как бы, ну, скажем, определенная... Динамику нарушала боя. Динамику и такой там, ну, дискомфорт для бойцов, для спортсменов, он там начинает как бы его подавлять, а тут раз там вылез, там раз остановили, они сюда опять перешли, и это, ну, не совсем так красиво и ярко получалось. А есть какой-то у вас такой медиаплан, там, не знаю, трэш-шток они должны устраивать, Руслан и Али? Или вы за это как-то не гонитесь? Вы знаете, как это вот, это бойцы, которые уже такие достаточно состоятельные, уже состоявшиеся, и им что-то, допустим, сказать, там, вот сделать надо так, они уже сами все знают. Вот если видели, там, вот Алиба Гаудинов, там, вчера выложил там с перфоратором, там, да, смеялся, да, смеялся. Вот там, до этого про стихи там выложил, то есть они тихонько поддерживают, скажем, вот это противостояние, так, на своем уровне, так, не дают, скажем, своей аудитории не забыть о 18 декабря. Но я думаю, что все начнется с 12 сентября, когда мы подпишем контракты, мы сядем, озвучим подготовку, кто где будет готовиться, как это все будет происходить, медиапланы, режиссер, сценарий. И я думаю, что с этого момента такая начнется уже такая по-настоящему контрольная отсечка. – Я просто и смотрю на Инстаграм, ну, я подписана и на Али, и на Руслана, и смотрю, о, вообще неожиданно совершенно, думаю, значит, там дали им все-таки команду. – Нет, нет, абсолютно, они сами, мы вообще никого ни о чем не просили, вот, ну, сами по себе такие, скажем, веселые ребята, очень так интеллектуально там развитые, там, с чувством юмора, поэтому… – В итоге, давайте вот так, если резюмировать, то Руслан и Али не получат деньги за свой бой, вообще не получат гонорар? – Нет, смотрите, мы, как с ними договорились, в любом случае сумму на подготовку. – Это понятно, да. – Да, это однозначно, это будет такая хорошая сумма, соответственно, тренера там, чтобы оплатить тренеров, питание там… – Вот расходы, это обычные вещи. – Конечно, да, и однозначно, мы все эти моменты все покроем, плюс-минус, на каждого бойца у нас одинаковые суммы по расходам, – А все остальные бойцы и боксеры, которые будут в карде, они, как обычно, выступают? – Они обычно там все выступят, гонорары, все, как положено. – То есть в таком случае мы можем там… Вы просто подписали недавно же очень классных бойцов, кого мы еще увидим? Может быть, даже не в этом именно карде, а в ближайшие там… Вот про силу мы уже с вами говорили за кадром. – Ну, силу мы уже достаточно давно там подписали, и когда планировали большой турнир с Бреевым, мы рассматривали ему вариант там и Александра Емельяненко, и Новоселова. Мы даже одно время рассматривали Федора, я выходил на его менеджера, предлагал, но, скажем, Федор дерется в компании «Беллатр», и у него прощальный бой, там, его карьеры, там, ну, конечно же, было бы круто на стадионе. Но тут, знаете, как совокупность таких факторов, на которые мы не можем повлиять, пандемия, отсутствие количества зрителей, и делать большой турнир, опять же, на стадионе, в этом нет никакого смысла, потому что там не будет зрителей. Конечно, вот мы, я думаю, что в ближайшее время наша страна выйдет с этой ситуацией, с пандемией, и мы обязательно, вот нашу вот мечту, вот мою мечту сделать большой турнир на стадионе, как вот были времена Прайда, когда они там дрались, там, собирали там 80-100 тысяч зрителей. Но нам, в российском ММА, есть абсолютный рекорд, поставленный по количеству зрителей, это 22 700 зрителей. Это первый турнир UFC, который прошел в Москве, и, конечно же, бы хотелось его побить, этот рекорд, и собрать больше. А может быть, просто, что касается Федора, денег мало предложили? Понятно, что, ну, «Беллатр», ладно, там, ради большого гонорара можно выйти и еще в один прощальный поединок. Вы знаете, как, здесь уже все от возможностей, вот какие есть возможности, мы такое предложили, но гонорар был хороший. Гонорар был хороший, да, и дело было там не в сумме гонорара абсолютно. Вот когда мы с менеджером общались, он не сказал, там, это мало. Я набрал, говорю, у меня есть, говорю, предложение по поводу Федора Владимировича, я, говорю, отношусь к нему с большим уважением, и хочу ему сделать там предложение по поводу, он говорит, ну, это же нормально, ты как президент лиги можешь делать, а мы уже там согласимся, нет. Вот, я говорю, вот такой вариант, такой бой, такой гонорар. Он говорит, ну, гонорар неплохой. Он говорит, в принципе, единственное, вот, касаемо там боя, у нас есть с Беллатром большая история, которую мы планируем завершить. А продолжение благотворительной истории будет потом? То есть, вот сейчас, вдруг она зайдет, там, действительно, ну, помогут какому-то ребенку, это классно, здорово, но таких детей миллионы, которые нуждаются. Да, у нас сейчас идут продолжения благотворительных историй, мы с Александром Евгеньевичем периодически на турнире проходят небольшие благотворительные события, лига очень внимательно относится, заботливо к всяким просьбам, буквально вот история в Краснодаре меня очень растрогала. И Руслан приходит, говорит, мне вот в Краснодаре написали, мальчик, вот, Марк, тоже болен, там, болезнь СМА, вот этот, его родители, там, чем-то помочь, давайте что-то сделаем. А Александр Евгеньевич говорит, так, сейчас, говорит, быстро, говорит, сделаем, перчаточки продадим. Говорит, вот Эдуард Вартанян был, он говорит, Эдик, давай подписывай, Руслан, подписывай. Александр Евгеньевич Загорский взял микрофон, сделал великолепное свое дело, и проданы были перчатки, по-моему, за 280, по-моему. 280 тысяч рублей. Да, или 260, вот что-то, а, 260, да, 260 тысяч рублей были проданы, да, перчатки, и прям в зале получил отец с мамой, они пришли туда, этот ребенок, они получили прям деньги, прям в студии, человек с ними, который приобрел, расплатился. И мы как бы сделали небольшое такое дело, поэтому не для кого-то отчета, но надо помогать. Не то, что там, вот, там, 260 тысяч мы помогли, а сумма, которая нуждалась этой семье, она была гораздо больше, там, по-моему, сотни миллионов, это очень большая. Мы просто, скажем, подтолкнули нашу аудиторию, которая смотрит. Придали огласки, конечно, в том числе. Да, дали огласки, и я думаю, что благодаря вот этой ситуации, дай бог, чтобы в этой семье там что-то поменялось, и все-таки там какой-то фонд благотворительный большой, может быть, там, в масштабах нашей страны, медицины, здравоохранения, системы здравоохранения, все-таки, как бы, ну, начнут там помогать и уделять. И я глубоко убежден в том, что жители нашей страны, там, наши граждане, да, России, они не должны там ходить там и просить там у кого-то, у физических лиц. Наше государство должно им помогать и не оставлять вот в тяжелые там дни такие семьи. Вот это масштабы государства должны оказываться, такая помощь. А мы вот, ну, лишний раз хотим, как бы, об этом там сказать, что очень много вокруг нас людей, которые реально там нуждаются в этой помощи. И мы помогаем по мере наших возможностей. Вот есть такая сегодня возможность, мы обязательно это сделаем. Я помню турнир, еще горилла файтинг чемпионшип в Москве, когда прилетел Хабиб Нурмагомедов почетным гостем. И женщина, одна из Дагестана, нарисовала картину, как Хабиб душит Конора. Все, вот, и я говорю, Хабиб, давай сделаем, говорит, тоже вот благотворительную историю, такую же, выйдешь. И он выходит, я ему отдаю вот эту картину. Мы пригласили там детей, там, постоянно вот в Москве, когда делали... Это был самарский турнир. Самарский турнир детей. Это самаре было. Перед Новым годом раздали там подарки там от Деда Мороза, там всем. Вот, я говорю, вот мы сейчас напишем эту дату, ты поставишь свою подпись, а в конце подпишешь с уважением вот этому человеку, который приобретет эту картину. Картина, по-моему, ушла за 400 тысяч рублей. Вот, и мы тоже все, соответственно, отдали там на благотворительность. Парень, который купил, он президент Федерации борьбы с Красноярска. Тогда дрался в кардио-мигран Арутюнян, призер Олимпийских игр. Вот, он приехал за него поболеть, и он купил эту картину. Я прилетал в Красноярск, встречался с этим парнем, Рафик его зовут. И он говорит, блин, я повесил, хожу, смотрю и радуюсь. Говорит, у меня осталась вот фотография, где вы мне вручаете вместе с Хабибом. И рядом, вот, скажем, эта картина. Это такая память, которая... Конечно, именно история вся эта. И много, конечно же, почетных гостей приезжают на турниры. И вот почетные гости, они являются, как бы, таким определенным магнитом для людей, которые за ними смотрят, следят. И, конечно же, имеют возможность сфотографироваться, либо пообщаться на пресс-конференции. И, как бы, вот уделяем этому тоже определенное внимание. Вот вы, кстати, сейчас заговорили про Хабиба Нурмагомедова. А вот на сегодняшний день вы общаетесь со своими экс-партнерами по GFC? Мы с ним абсолютно нормально разошлись. Они когда прокомментировали вашу историю? По поводу вот этого боя Руслана и Али? Да. Знаете, как я с ними не общался на предмет того, как они к этому относятся. Хорошо, плохо. Но мы абсолютно нормально с ними разошлись. Они выкупили полностью организацию, которую мы там на протяжении полутора лет развивали. Выкупили за очень хорошие деньги. И если рассматривать именно как бизнес-проект, организацию промоутской компании, этот бизнес-проект, Горилла Файтинг Чемпионшип GFC, был очень удачный, скажу так. Я остался доволен после этой сделки. Ну, то есть сейчас Хабиб Нурмагомедов не позвонит, например, и не скажет, слушайте, ребята, клевая история, но, в самом деле, вообще классно мы придумали. Вот, например, вывести Али и Руслана. Знаете, как это вот Хабиб, это такая мировая величина. И даже когда мы были с ними партнерами, я никогда там не старался его как-то нагружать какими-то своими вопросами. Я вот всегда как бы самостоятельно там занимался, развивал. И, знаете, как вот многие говорили, вот GFC – это организация там Хабиба. Все благодаря Хабибу она развивается. Вот Open Fighting Championship. Сегодня у нас 9-й международный турнир. 12 сентября 10-й юбилейный, меньше года. Большой такой достаточно путь. И я считаю, что мы самостоятельная организация и сами там добиваемся успеха и развиваемся там дальше. Но, опять же, то, что мы когда развивались вместе, это зарубежные там турниры, это Узбекистан, это Казахстан. Насколько жители этой страны, руководство этой страны относится к нему уважение. Соответственно, и встречи, и уровень турнира был абсолютно на другом уровне. Я думаю, что та организация, которой владеет Хабиб, Eagles Fighting Championship, она станет одной из лидирующих организаций в моем мире. Следите за ее развитием? Да, конечно. А у нас одна команда работает. Это те ребята, которых я воспитал с первых турниров. И полностью вся эта команда, 80% этой команды обслуживает сейчас два турнира. И Open Fighting Championship, и Eagles. Надо потом чемпионов ваших с чемпионами их свести. Я думаю, что мы этого делать не будем. У нас у каждого там свой путь. И если так получится, по воле Божьей, как-то они там совпадут, мы обязательно сделаем совместный турнир. Вот мы буквально недавно общались здесь в студии с Юрой, и он спрашивал идеи и планы на 2022 год. И я как раз ему озвучивал то, что я вижу 2022 год, это год таксо-промоушенов. Мы выберем там несколько организаций, там 5-6 организаций, и в течение 2022 года будем проводить с ними совместные турниры для того, чтобы увеличить аудиторию нашу. Нашу, соответственно, и наших партнеров, с кем мы будем проводить. И как раз бы, конечно же, хотелось бы в Екатеринбург вернуться сюда, если все удачно сегодня сложится. Но я уверен, что для этого у нас есть все. Все готово, есть площадка, свет, звук, клетка, бойцы, которые уже прилетели, которые уже прошли церемонию взвешивания, осталось выйти и показать себя в октагоне по своим максимумам. И, соответственно, уехать с поясом в главном бою вечера либо в Санкт-Петербург, либо в Бразилию. Так уже получится. Еще и в Бразилию классно. Если Николай Клименко, мы его пригласили, будет присутствовать на нашем турнире, ему понравится, то однозначно в 2022 году хочется провести совместный турнир уже с Лигой РСС в Екатеринбурге. Ну, жаль, конечно, что пояс не останется в Екатеринбурге. Александр Грозин не сделал вес. Это просто вчера. И немножко Екатеринбург будет расстроен даже в случае его победы. Я, кстати, мое мнение вчера сказал, я не сомневаюсь, что он победит. Но, мне кажется, что-то пошло не так. Даже знаю причину, почему. Потому что не было. Обычно президент Лиги прилетает накануне и проводит взвешивание. И мотивирует перед весогонкой своим наставлением. Мне вчера Свящев и Грозин, они так сказали, что руководства не было. Поэтому расслабились, не было президента. Пошел и поел просто человек. Видно, что-то у него не получилось. Не было дополнительной мотивации. На самом деле, очень переживаем за это. На самом деле, знаете, это очень сложный процесс. Процесс весогонки. И определенное здоровье бойца, который после каждой весогонки уходит. Резкий спад. Допустим, он весил 2 недели назад 75 кг. А сейчас он взял 8-10 кг. Сразу скинул резко. Причем и за последние сутки 4-5 кг веса. И не каждый боец, спортсмен справляется. Мы все помним бой Хабиба Нурмагомедова, когда он не справился с весом. И потом со здоровьем были большие проблемы. От этого абсолютно никто не застрахован. И я ко всем бойцам отношусь с пониманием. Все в жизни бывает. Не стоит кого-то корить за это, что он не сделал весовой категории. Есть рекламентированные правила, которые накладывают на спортсмены определенные ограничения. Здесь в этом случае он часть своего гонорара отдаст своему сопернику. Выйдет и не будет драться за кое с чемпионом. Ну, полтора килограмма. Ну, полтора килограмма. Когда до этого 9 было. И 9 часик походи. Вернись. Он встал вес. Я думаю, что Юрий недаром выложил фотографию накануне, как Грозин гонял вес. Насколько он был потный. Насколько он был изнурительный. И там уставший. И, скажем, старался сделать максимум. Но, знаете, как бывает, пара встает вес, допустим, и все. И он не может. И так пробует. Разные варианты нет. И где-то там психологически ломается. Здесь же тоже большей степени психологии. И здесь не президент организации должен рядом с бойцом находиться. И, скажем, требовать с него. А должен быть тренер, старший товарищ. Который должен найти слова, чтобы он получил дополнительную мотивацию. И тому, чтобы все-таки в этот... Или такой, как Виктор, который в своей промоутерской компании, поколение. Просто вот не хочешь, заставил. Ты можешь научить. Да. Нет, на самом деле я самый добрый человек. Ну, в студию, разумеется. И в поколении, и в команде. Теперь у меня Блиц. Ну, это традиционная рубрика в нашей программе. Я вообще прям долго не думая или-или. И, как понимаете сами, решайте сами. Антонио Васильево, Федор Емельяненко или Эдуард Вартанян, Артем Резников. Ваш ответ. Вартанян, Резников. Деньги или слава? Вам, Виктор. Деньги. Загорский или Баффер? Загорский. Блондинка или брюнетка? Брюнетка. Ну, разумеется. Семья или карьера? Семья. Ольга Бузова или Ким Кардашьян? Ольга Бузова. Вот несостыковочка. ICA или Eagle FC? ICA. Дана Уайт или Эдди Хирн? Дана Уайт. Устав или дедовщина? Устав. Грубая сила или грамотный расчет? Грамотный расчет. А знаете, почему, Виктор, вам все про женщин да про женщин? Блондинка, брюнетка, Бузова, Кардашьян. Просто мы знаем о том, что вы, во всяком случае, желание такое у вас есть развивать женский ММА. Это правда? Женскую лигу прям создать. И вообще видите перспективы в этом? Ну, на самом деле, вообще эта идея принадлежит не мне. И эта идея вынашивается идейным вдохновителем не только Лиги OpenFC и Самарского ММА Анны Гурьяновой. Она все никак не возьмет. Это все, что для зрителя и супруга Александра Гурьяновой. Да. Вот. Анна вот эту идею постоянно озвучивает и всех пытается под нее взбодрить. Она очень переживает. Она выкладывает это в сторис. Она спрашивает у всех отношения. И как бы я разделяю эту идею. У нас пока нет еще плана создать Лигу. Есть только... Желающие девчонки подрастать. Вообще, Самара, вы понимаете, это не Екатеринбург. У нас все-таки ММА развивается стремительно. У нас лучшая в России в будущем Лига OpenFC. И возможно, будет первая в мире женская лига. Мы намного способны. В планах нет провести хотя бы один полностью женский карт? Вы знаете, как я на этот счет бы немножко дал более развернутый ответ. Есть женская лига. Она инвиктор называется. Она в Америке. И если, допустим, взять рейтинг российских организаций. Все начинают с ICA, Fight Nights, Eagles, RCC. Рейтинг женских российских организаций. Их нет никого. Здесь можно будет сразу стать первой организацией. И лучшей организацией. И единственной организацией. И это, конечно же, очень круто. С учетом того, что буквально в этом году женский вид спорта вошел официально в Союз ММА России. Женские весовые категории уже есть. И я думаю, что это стало еще одним шагом к приближению к тому, что ММА станет олимпийским видом спорта. И, конечно же, то, что много девушек, которые тренируются и не имеют такой, скажем, большой возможности выступать и конкурировать. Но на данный момент конкуренция в женском ММА гораздо ниже, чем в мужском. То есть, допустим, в каждой весовой категории в рейтинге 20-30 человек, а в мужчинах несколько тысяч. И, соответственно, вырасти для этого необходим гораздо короткий путь. Там 3-4 турнира, и все. Об этом промоушене будут, скажем, разговаривать во всем мире. И она станет платформой. Вот, допустим, подписаться женской организацией российской UFC в лучшую лигу мира гораздо будет проще, чем организация Open UFC, либо там ICA, либо Fight Nice, либо Eagles. То есть, это как бы однозначно. Поэтому я уверен, глубоко убежден в том, что у женского ММА мы стоим, во-первых, на истоках этого вида спорта. И у профессионального женского ММА будет большое будущее. И та организация, которая первая сделает сейчас женскую лигу, либо в рамках какой-то промоушена будут организовывать вечер женских боев, она как бы стрельнет. Александр, вы, как всегда, очень лояльны, так дипломатичны. Ну, вот как бы и не нужна она особо в России-то вообще женщина в октагоне, но при этом, как бы, вот еще и хорошее у них будущее. Мне кажется, все-таки, Анна, я отвечу, наверное, мое мнение, Open UFC Women, наверное, будет существовать. Мне так кажется, что Александр Евгеньевич немножко все-таки... Осторожничает? Скрывает эту информацию, дозировано. Она просто скрывает нас. Почему-то, я не знаю, почему-то он, наверное, не хочет забегать вперед, но мне кажется, мое ощущение, что будет все-таки такой промоушен. Вы же верны, что ли? Вы один инсайт нам не дали. Все, подождите, 12 сентября, подождите. Все равно не сделали вы интересных предложений для инсайтов. Докладно. Он, на самом деле, знает, как это реалисты, и никуда не там. Менеджер, профессионал. Один из последних, наверное, вопросов, уже, если позволите, Тимур, ты не против. Вообще, идея, концепция Open UFC, это все-таки какая? Вы хотите набрать звезд и показывать грандиозные шоу, или вы будете развивать своих боксеров, бойцов, прошу прощения, из Самары в том числе? Какая это вообще? Основная задача лиги Open UFC – сделать красивый, инвестиционно-привлекательный продукт для наших партнеров. Это самая основная задача. А как мы будем это действовать? Будем привлекать звезд, либо растить молодых своих ребят, которые будут через год, через два блистать и уже собирать большие стадионы. Мы к этому идем плавно и смотрим. Допустим, попробовали вот такой результат, вот другой. Я скажу так, что, допустим, 10-й юбилейный турнир, который в Москве состоится, он будет рекордным по бюджету, который мы потратим. Но самое главное, что он не будет минусовым для владельцев этой организации. За счет, скажем, наших партнеров, которые мы привлекаем на этот юбилейный турнир, мы планируем покрыть все абсолютно расходы. Это более 12 миллионов рублей, бюджет планируется, который на московский турнир. И это здорово, классно. Я всегда сравниваю именно коммерческий подход других организаций и вижу то, что организации практически все, основная часть организации, скажем, живут за счет одного лица. Одного, максимум двух. Либо два партнера, либо просто бизнесмен, который в том числе организация RCC. У них там нет партнеров. Мы смотрим на стил, видим там компанию одного человека. Лига ICA. У них есть платные трансляции, но это в масштабах бюджета всего турнира, это совсем небольшая часть. Есть человек с финансовыми возможностями, который организовывает, продвигает эту организацию. На сегодняшний день это самая крутая организация нашей страны. Но именно коммерческой составляющей там нет. Вот Eagle FC, все тоже Хабиб. Все там приглашают Хабиба, за счет Хабиба проводят там турниры. Но какой-то там, допустим, именно в самом Eagle FC, какой-то рекламной ситуации как бы нет. Там не платят за рекламу, платят за отношения с Хабибом. Вот основная часть партнеров. Fight Nights. Вот Лига Open FC, я больше всего хочу быть похожим на Fight Nights. На Камил Гаджиев, вот я на него смотрю, на него ориентируюсь, и мне нравится его подход. Это определенное шоу всегда там, да. Это красивые там поединки, там все партнеры, которые приходят, реально покупают партнерские, спонсорские пакеты. И, скажем, помогают там делать то или иное там мероприятие. Люди покупают там билеты, там шоу. И, допустим, на трибунах часто видно, там семьями приходят, там с детьми, там все. Я вот хочу как бы прийти к тому, что Лига Open FC стала таким вот праздником для города. Вот мы приехали в город, мы проводим турнир, и люди приходят. Это такой хороший, такой спортивный праздник. Повод прийти, посмотреть, насладиться там хорошими боями. Вот эта атмосфера, которая там в зале. Вот конечная цель такая. Ну, то есть нет каких-то амбициозных планов. Мы вообще конкурируем там с ACA, мы потом будем круче них. Их там вообще, в принципе, такого нет. Ну, пока об этом даже не думаем. А если деньги приносят по Open MMA, значит, мы и это увидим на площадке Open FC? Ну, у нас есть Рафаэль Абрамян, который там блистает. А то есть вы не против? Да, абсолютно. Спорт, шоу, без разницы. Ну, больше, больше как бы акцент на спорт, но, еще раз говорю, нужно давать то, что люди смотрят и хотят смотреть. Однозначно. Я был вот, да, у нас там развивается Лига Хардкор, был там на съемках этой организации, когда вот приезжают бойцы, у нас Тимур Слащинин, там чемпионом был гран-при в тяжелом весе. Вот, когда людям звонят за три дня, говорят, там, завтра ты дерешься. Нет времени на подготовки. В этом нет спорта, абсолютно никакого спорта. Ты не знаешь своего соперника, с кем ты будешь драться. То есть, все, тебе говорят. И потом приезжают там бойцы и просто там сутками сидят там в коридоре, ждут там свое выступление. Снимают сразу там 3-4 сезона там, да. И здесь нет спортивной составляющей. Да, есть миллионные просмотры. Это круто, это хорошо для партнеров, но конкретно для бойца, для спортсмена, которые приезжают туда и тратят свое здоровье, да, там, на голых кулаках пропускают там удары, сечки, там, травмы и прочее, это очень тяжело. Я не вижу там как бы какого-то большого там будущего, именно как спортивной составляющей. Да, будут расти количество просмотров, но то, что это наносит большой вред бойцам, это факт. И то, что они не думают о бойцах, там, какие-то минимальные гонорары, там, не платят там бойцам, там, какие-то суммы. Я вообще не понимаю, зачем они. Только ради популярности. То есть хайпы и популярности. Да, хайпы и популярности. То есть хайпы или спорт? Спорт. Спорт, вы думаете, все-таки будет в OpenFC, да? Спорт, конечно. Александр Евгеньевич, он дипломат, он не допустит, чтобы шоу превзошло в спорт. Мы будем делать тот продукт, который будет интересен нашим партнерам и зрителям. И будем вести, но самое главное, я еще раз говорю, относиться с уважением к бойцам, спортсменам, которые дерутся в организации. Да, там, вот Эдик Вартанян, это мировая величина, звезда там. Он проводит уже второй свой бой в лиге OpenFighting Championship. Значит, как бы мы создаем для него определенные условия, и мы относимся друг к другу с уважением. И когда он выбирает там ICA, Fight Nights, Eagle FC, RCC, он выбирает OpenFC и дерется здесь. И это как бы говорит о многом. И много ребят, которые там, да, там, тот же самый, и Субе, и Намото. Тоже как бы вот мы с ним... Тут вы друг другу нужны. Да, мы договорились, а он выступил. Вот Сергей Белостенный, который был у вас в студии, тоже очень крутой там тяжеловес, Александр Маслов, вот Кирилл Корнилов, который выступает в RCC, но у нас тоже там выступал много там Сергея Романова, Ерохин. Очень много ребят. В общем, интересно, на самом деле, увидеть, что будет дальше, да? Будем следить за вашей лигой с огромным удовольствием. А мы за вашей передачей и каналом. Спасибо большое вам. Спасибо, спасибо, спасибо. Виктор Александр, вообще классно, что вы сегодня были у нас в студии. Я думаю, что не в первый, но не в последний раз. Спасибо. Да, для наших зрителей напомним, что у нас в студии был президент лиги OpenFC Александр Гурьянов и основатель промоутерской компании «Поколение» Виктор Пунюков. Мы обязательно увидимся. А пока-пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!